Над кухней, над столешницей будут висеть такие дизайнерские лампы. Здесь перед вами яркий петчворк. И по нашей задумке девочки будут изготавливать огромное полотно, и оно будет украшать наши роскошные окна. Новый кабинет технологии после ремонта сдали буквально на днях. Завершается установка оборудования и мебели. Кухня с плитой и холодильником, столы под швейные машинки. Обновили и условный гараж для мальчиков. Его планируют наполнить станками. Все это в 118-й гимназии удалось сделать за счет областного гранта. В этом году отремонтировали все свои 56 кабинетов. Мы установили на первом этаже систему контроль доступа, и у нас все кабинеты подключены к системе безопасности. Что касается в этом же направлении наших действий, то мы установили дополнительное речевое оповещение, которое управляется из моего кабинета. Но и ему добавили интересную новую функцию. С этого года впервые у нас будет еженедельное школьное радио. Еще в гимназии не столовая, а самое настоящее кафе. Пространство роста с музыкой и обновленной космической мозаикой. Во всех учебных заведениях города теперь есть охранная сигнализация. Обновления коснулись и школы номер 32. Школа полностью готова к отопительному сезону. Также к началу учебного года у нас созданы новые образовательные пространства. Это кабинет социального педагога, кабинет для индивидуальных занятий. И создан в медиа-центре центр детских инициатив. 76 из сотни школ будут по-прежнему работать в две смены. Удержать это количество удалось при увеличении числа школьников в городе на 4000 вводом нового 2-го корпуса 60-й школы в микрорайоне ЮФУ. Капремонт завершен в 45-й гимназии, 10-й и 49-й школах. На финише работы в 44-й, 70-й и 104-й. На сегодня получили паспорта готовности к отопительному сезону 98% образовательных учреждений. И 6 объектов у нас находятся на подписи. В ближайшие дни мы выйдем на 100% показатель. Нужно успеть доделать все наши намеченные планы, для того, чтобы 1 сентября все наши учебные заведения полностью двери открыли, дети пошли в школу. По данным городского управления образования, за парты в этом году сядут почти 130 тысяч школьников. Юлия Сурикова, Сергей Вишняков, Юрий Лешко, 1-й, Ростовский.